Добрый вечер! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Алина Тилова и в начале нашего выпуска коротко о главном. Навечно в памяти! К изданию готовится книга журналиста Валерия Крушлиницкого о ратных подвигах прохладян. Экзотика родного края. Это очень передвижной скот. О том, как разводят Яков в Безингийском ущелье, смотрите в нашем выпуске. В республике учреждены 7 государственных премий в области литературы и искусства, а также науки и техники по 1 миллиону рублей каждая. Соответствующие указы подписал глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. В области литературы и искусства предусмотрены 5 премий. В сфере науки и техники 2. Последние будут присуждаться раз в 3 года, начиная с 2016-го. Также утверждены профильные советы при главе КБР по указанным госпремиям. Поэт-фронтовик, министр просвещения, председатель литературного фонда, человек, дружбой с которым гордятся и по сей день. Сегодня в республике отмечают день памяти Алима Кишокова. Традиционно у здания мэрии Нальчика на улице, носящей имя народного поэта Кабардино-Балкарии, состоялось возложение цветов к памятнику знаменитому литератору. Герой социалистического труда, лауреат государственной премии, он занимал немало высоких должностей, но самым главным называл пост поэта. Алим Кишоков родился в Шалушке за 3 года до Октябрьской революции. Не стало его в 2001-м. Для каждого из тех, кто пришел к монументу, Кишоков дурак по-своему. Сегодня о нем вспоминали коллеги, писатели, общественные деятели и политики. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Вспомнить действительно человека с большой буквы. Может быть, наши добрые слова, похвалы ему не нужны, но они нужны нам. Нужны для того, чтобы молодое поколение знало, что у нас есть великие имена, которые должны через столетия передаваться из уст в уста. Свой дебютный сборник стихов у подножия гор Кишоков издал еще до войны. Он первым перевел на кабардинский Пушкина и Лермонтова, а его произведения изданы даже на финском и словацком. «Сокровище республики» – один из тех эпитетов, которые звучали сегодня в адрес писателя. Кабардино-Балкарское отделение Общероссийского народного фронта подвело итоги работы за прошлый год. Заседание регионального штаба состоялось в Нальчике. Особое внимание на встрече было уделено эффективности мониторинговых мероприятий, проведенных за отчетный период. Оригинальное отделение очень плодотворно поработало, потому что выступило не только в виде контролера по мониторингу всех майских указов президента Российской Федерации, но и выступило с инициативами по организации проверок, будем говорить, в организации ремонта на квартирных жилых домах, в осуществлении социальной политики с малообеспеченными семьями. Были затронуты вопросы совершенствования пассажирских перевозок в республике и работы некоммерческих организаций. Также члены Общероссийского народного фронта обсудили итоги форума действий 2014, который собрал в Москве активистов со всей страны и наметили задачи на предстоящий период. Две школы Терека получили оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. По программе «Доступная среда» муниципалитету выделено 5 миллионов рублей. На эти средства приобретена учебная и реабилитационная аппаратура, проведен ремонт помещений. Главные входы оборудованы пандусами, увеличена ширина дверных проемов, чтобы в помещении свободно можно было въехать на инвалидной коляске. В порядок приведены санузлы и пол в коридорах. В Терском районе около 80 детей инвалидов, третий из них живет в райце-центре. Те, кто не может посещать школу, занимаются дистанционно, преподаватели приходят на дом. Полученное оборудование будут использовать для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со слабым зрением и слухом, с нарушениями речи. С детьми будут работать прежде всего все педагоги, это психолог, классные руководители, учителя-предметники. По школе в настоящее время уже разрабатывается целевая программа для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В основе всей целевой программы лежит идея инклюзивного образования. То есть все дети должны иметь возможность обучаться вместе и равный доступ к образованию. Продолжаем. Увидеть их в естественной среде обитания практически невозможно, а мясо этих животных считается диетическим. Наш следующий сюжет о яководческой ферме в Безингийском ущелье. Здесь находится одно из стад этих диких парнокопытных, где насчитывается несколько сотен голов. Разведением яков в ущелье занимается заслуженный работник сельского хозяйства КБР Томук Хачуев. Тем продолжит Альберт Корцаев. Густой мех, длинные рога, иногда до полуметра, крепкие ноги и копыта. Этих удивительных животных природа наделила всем необходимым для жизни в суровых условиях Кавказских гор. На скалах Везингийского ущелья они впервые появились полвека назад. Численность курта в советские времена превышала тысячу, вспоминает Томук Хачуев, яковод с многолетним стажем. Увидеть их вблизи в естественной среде обитания практически невозможно. Когда тёплая погода, будут ложиться вечером, встанут и начнут уходить. Аж 10-15 километров могут уйти. Сами себе корм ищут. Не то, что если даже корм есть, нету. Дело не в этом. Это очень передвижной скот. Ячатина – мясо диетическое. Гурманы ценят его гораздо больше, чем самую нежную говядину. Правда, в отличие от домашнего скота, их дикие собратья набирают максимальный вес лишь к 7 годам. Туша у быков достигает 300 килограммов, у коров – 130. Это в несколько раз меньше, чем у мясных пород КРС. Тем не менее, яководство – дело перспективное, говорят фермеры. Только в Кабардино-Балкарии поголовье этих копытных у частных предпринимателей доходит до 3000. На равнинах легче скотоводством заниматься. Там яков не вариант держать. Яков только в горах, на наших условиях. От людей им нужна только защита от волков и медведей. Пастухи жалуются. Хищники все чаще стали нападать на гурты. Гибель каждого теленка и даже взрослого животного – беда для всего стада. Буквально несколько дней назад еле удалось отбить яка от волков. Я начал играть, волки даже не убегали так сильно. А я наконец залез, побежал за ними. И потом они убежали. Впрочем, хищники – не главная проблема, признаются фермеры. Ежегодно они получают господдержку, химпрепараты для борьбы с волками и дотации на каждую самку для увеличения поголовья. Проблема сегодня в рабочих кадрах. Жить по несколько месяцев в горах, вдали от цивилизации соглашаются далеко не все. Наверное, поэтому для многих фермеров яководство становится семейным бизнесом. Думаю, если человек хочет жить нормально, ну, тем более в горах, в селах, в наших условиях, то человек должен работать, чтобы выживать. Отел в стаде начнется через пару месяцев. До тех пор самцы и самки живут отдельно друг от друга. Это одна из особенностей яков. Стадо полностью воссоединится, когда появится молодняк. Выражение телячьей нежности явно не про этих животных. Характер яков суров, как и среда их обитания. Летним лугам они обычно предпочитают вечные льды. Тогда и начнется, нет, не естественный отбор, а закаливание молодого поколения, чтобы в будущем из маленьких телят вырастали великолепные яки. Альберт Корцаева, Замат Табуха, Вести Кабардино-Балкария. За отстрелом дичи будут следить строго. В Минприроды КБР состоялось совещание с руководителями охотхозяйств республики. По словам руководителя ведомства Мухтара Газаева, бесконтрольная охота привела к резкому сокращению численности животных и птиц. Нарекания вызывают работы по подсчету их количества. Что удивительно, численность косули растет на территории начикского охотхозяйства. Из года в год Эльн Гоах просит вывести косулю из Красной книги. А насколько это соответствует действительности, нужно с огромной ответственностью к этому подойти и разобраться. Такое же положение по учетным данным на территории особо охраняемых территорий республиканского значения. Вот эти разницы вызывают не только вопросы, но и сомнения в достоверности учетных данных по численности животного мира. С 1 февраля по 15 марта все охотхозяйства обязаны провести учет объектов животного мира на территории республики и обновить данные. Итоги оперативно-служебной деятельности за 2014 год сегодня подвели в Республиканском управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Как отметил руководитель ведомства Олег Сокуров, уровень преступности в указанной сфере по республике ниже, чем в среднем по России. Пресечено около 400 административных правонарушений, связанных в основном с немедицинским потреблением наркотиков. Дикорастущая конопля уничтожена на площади более 78 гектаров. Говорили и о существующих проблемах. Недостаточно эффективно ведется работа по перекрытию каналов поступлений наркотиков, изобличению участников именно организованных преступных групп, действующих в указанной сфере. Значительная положительная динамика статистических данных, которые мы имеем по итогам отчетного периода, не в полной мере отражает всю остроту и криминогенность ситуации. На прежнем уровне в управлении осталась выявляемость преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Был обсужден вопрос выявления нарушений закона в аптечной сети Республики. В результате ряда инициатив отдельные сильнодействующие препараты стали сегодня менее доступны. Однако на смену им пришли другие лекарства, которые пользуются повышенным спросом у наркозависимых. Сотрудники управления считают, что работу по пресечению их реализации свободной продажи надо активизировать. При Эльбрусе на полигоне Тирскол начались тренировки бойцов элитных горных подразделений страны. Программа предусматривает как индивидуальную подготовку, так и работу в составе групп, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Подъемы и спуски разведчики будут совершать ежедневно. Помимо отработки действий в горной местности, особое внимание уделят прогнозированию лавиной опасности камнепадов и селий. Как отмечают инструкторы, при подъеме обязательно нужно учитывать плотность снега, чтобы выбрать наиболее безопасный маршрут и ненароком не вызвать лавину. А спускаться с вершины следует быстро, чтобы не попасть под завал. Один из сложнейших элементов сборов – курс выживания в снегу. На завершающем этапе разведчики совершат трехдневное восхождение на высоту около 4 тысяч метров в полной экипировке, вес которой не менее 30 килограммов. На «Вечно в памяти» книгу под таким названием подготовил к изданию журналист и краевед из Прохладного Валерий Крушельницкий. Посвящена она прохладянам, участвовавшим в Великой Отечественной. Сборник выйдет в свет к 70-летию победы. С подробностями наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Свыше 12 тысяч человек ушли на фронт из Прохладненского района. Половина осталась на полях сражений. Многие удостоены высоких наград. Среди них – герои Советского Союза Георгий Варавченко, Виктор Бойченко и Николай Дуденко – шесть полных кавалеров Ордена Славы. Девять человек награждены высшим полководческим орденом Александра Невского. Золотыми буквами в истории Отечественного флота вписаны имена адмиралов Арсения Головко, командующего Северным флотом, и его родного брата, контр-адмирала Сергея Головко. Богатейший материал о тех, кто ковал Великую Победу, удалось собрать бывшему главному редактору газеты «Прохладненские известия» Валерию Крушельницкому. Я очень много ездил по Прохладненскому району, очень много бывал в семьях горожан. Встречался с очень интересными людьми, среди которых были как участники Великой Отечественной войны, как труженики тыла, как дети войны. И вот как память о них я и решил в 70-летию Великой Победы сделать своеобразный подарок городу Прохладному. Очерки и короткие рассказы, фотографии и географические карты. Отдельный раздел новой книги посвящен партизанскому движению. В архивах Крушельницкому удалось найти редкие документы. Среди них – дневник партизанки Таисии Захарченко. В Прохладненском музее автору предоставили солдатские письма. Это собирательный образ матери, которая потеряла сына на войне. Но материнское сердце говорит о том, что надо ждать, пока я живая, надо ждать сына, потому что она не знает, где его могила, а вдруг он живой. И вот она пишет ненаписанное письмо сыну у людей, которые его читали в свое время, как говорится, слезы на глазах. Еще один раздел, о чем писала наша газета. В него вошли материалы печатных почивок тех лет, когда страна отмечала юбилейные даты со дня Победы. По словам автора, книга «Навечно в памяти» будет издана в конце апреля. Весь тираж передадут в библиотеки, школы и музеи. Часть экземпляров подарят героям публикации, либо их родственникам. Сафар Гиреев, Марат Татруков. Вести Кабарнина Балкария. К этому часу у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Его представит моя коллега Зухраб Шихачева. До встречи в 19.35. Плюсовые значения сохранятся в Тернаузе. Здесь до 2 тепла. При переменной облачности в Баксане, Чигеме и Нордкале синоптики прогнозируют плюс 3, плюс 5. К этим же отметкам подойдут столбики термометров в Прохладненском и Майском районах. Терский и Лискенский. Во власти северо-восточного ветра. Влажность высокая до 94%. На термометрах в Кашхатау всего плюс 1. К Нальчику пробивается теплый воздух. Днем плюс 1, плюс 3. Погода сухая и малооблачная. Такой прогноз синоптиков. Всего доброго.